Здравствуйте, а мы звонили в час сорок две, по-моему, или где-то так, скорую вызывали, а уточнить можно там, ну еще это в силе все? Ждите, ваш вызов, перед на неотложку, приедут, подъедут. Через сколько это, во сколько? Не, не, я не могу сказать. Ну, примерно. Даже примерно не могу вам сказать. Как в прошлый раз, те, которые скорой стоят вдоль забора, они не на ходу. Я у мастера спросил, но видно, после последнего репортажа не очень, как бы, им там прилетает, он поэтому мне сказал, говорит, а что не видно, говорит, по ихнему состоянию. Ну, как бы все равно, просто смс-ка была до двух часов, вот и... Ну, смс-ку рассылает компьютер, мы смс-ки не рассылаем, а вот того очень много. Я понял, а сколько машин у нас в Сергееве Посаде? В Сергееве Посаде сегодня? 16. 16 машин? Да. И все, да? Ну, это считайте по району. Две машины, это поселок Новый, две машины, это Ходьково, две машины, это Краснозаводск. Вот, вот и считайте, что остается на город. И плюс-то то, что мы госпитализируем вне города. В Посад никого не госпитализируем, где госпитализируются вне города. Позвонил вашим людям, сказали, там в Солнечногорск людей возим. Ну, и в Солнечногорск возим, и в Луховицы возим, и в Домодедово возим. Офигеть. И в Егоре, в Скворе, куда нам дают на госпитализацию, да, я видел? Мы сюда приехали, сюда, потому что мне продолжают люди звонить, писать, как и тебе, как и в другие места, что скорые едут очень долго, по 2, 3, 5, 7 часов. Я напоминаю, норматив по городу 20 минут, по району 40 минут. Приходит смс, скажет, что до 2 часов, наверное, видели смс, кто вызывали, до 2 часов тоже очень часто не укладывается. Поэтому я решил посмотреть вообще, как у нас ситуация. То есть мы тогда говорили, что у нас 16 машин в мае, из них 2 отправляют в мытищи на усиление. Пресс-служба читала, что их 18. Из них 12 вывезли отсюда, помните, да? Значит, 3 в утиль, 9 в ремонт, плюс 1 была на плановом ТО. Давайте сейчас посчитаем. 18, они говорят, плюс 9 в ремонт, плюс 1 плановый ремонт, 10, это уже 28. Плюс, значит, у нас пришел ренемобиль, значит, 29. Плюс еще 5 скорых, спасибо, Московской области, что помнят о нас. 34 машины. Сейчас люди звонят, я выложил эту аудиозапись, да. Значит, им с подстанции отвечают. Человек спрашивает, что так долго, почему я жду часами, почему я звоню уже второй, третий раз. Они говорят, а у нас всего 16 машин, мы не успеваем. У меня вопрос тогда. Если 34, это включая новых и на ремонт, у нас в итоге на балансе, почему опять, какого хрена, опять у нас 16? Вся ситуация со скорыми начала развиваться, да, нам прислали одну новую машину, потом вторую, потом еще пять, только после того, как мы с Андреем сделали репортажи о том, что здесь 12 машин просто сломанных стоят. И вот прошло 4 месяца, да, мы все, ну, периодически радовались, что вот происходят какие-то позитивные изменения. До этого долбили, прежде чем вот 5 машин пришли, долбили каждую неделю публикациями фоток, что скорая, скорая, скорую тянет, периодически сломанный, да, на буксире, что их там толкают врачи, нам прислали еще пять скорых. И вот сейчас что мы видим? Сейчас вот кто-то из тех родных, как и в прошлый раз, у кого люди либо не дождались скорой, либо ждали очень долго, проедут мимо подстанции и посмотрят, что здесь скорых полно, но при этом людей заставляют ждать. Они подумают, что, блин, скорая помощь вообще просто не хочет работать, не хочет никуда выезжать, да, врачи сидят, чай пьют, да. А на самом-то деле вот 9 машин опять стоят на приколе, опять они вот в ремонте, какая-то после ДТП, какую-то еще можно восстановить, а остальные вот просто ждут, я не знаю чего. Ждут очередного пинка, очередного репортажа. Значит, согласно 388 приказу Н, это не Мордасов там придумал, не Трофимов, не еще чего-то, то есть все сугубо по документам. Значит, есть норматив, одна машина на 10 тысяч человек населения, если самая дальняя точка, значит, населенный пункт составляет не более 40 километров. У нас до станции Федорцова отсюда составляет 42 километра. В таком случае норматив будет составлять одна скорая на 7 тысяч человек. Но у нас этот норматив несколько, так сказать, схитрили, обошли, потому что направили у нас, значит, в поселок Новый, в Краснозаводск, в Ходьково и в Богородской скорой. Поэтому если от Богородского или от поселка Нового считать до Федорцова, получается 20 километров. Я сейчас просто, ну, чтобы сложилась вся картинка. Итого у нас получается 214 тысяч населения, 20 километров, значит, одна машина на 10 тысяч населения. Норматив 21 тысяча, это норматив. Это не я придумал, это приказ... 21 машина. Да, 21 машина, 21 бригада. Это приказ 388Н. Кто, как бы, не верит, может открыть, залезть и посмотреть. Это норматив. Значит, но у нас скорые ездят на 50, 100 и 150. Если посмотрите аудиозапись, женщины там говорят, что нам порой в Луховицы приходится возить. Это порядком чуть ли не до 200 километров в одну сторону. То есть этот норматив должен быть увеличен, потому что этот норматив складывался из того, что скорые у нас ездят, забирают больных и возят в ЦРБ, а не в Луховицы или в Ивантеевку или в Долгопрудный или еще куда-нибудь. Тогда у нас должно быть скорых, я не знаю, не 21, а 25 или 30. У нас опять 16 получается. Вот в чем вопрос-то. И я хочу услышать, как депутат, и люди хотят услышать ответ на этот вопрос. Почему нам сюда забирают в ремонт? Как в прорубь сюда приходят скорые, и они куда-то пропадают? Что с ними происходит-то? Какие-то они списываются, какие-то ломаются, какие-то там ЮКО, ДТП, это все понятно, такое бывает, да. Но не в таких же количествах. Где наши скорые? Почему люди ждут по 4-5 часов? Я хочу, чтобы министр взял под личный контроль и прямо вот сказал, вот норматив у нас минимум выполните, ребята, минимум. От вас никто не просит, чтобы так, оба, 20 минут и скорая приедет. Минимум, есть норматив 21, дайте 21. Хотя, если вы нашу больницу отняли под коронавирус, дайте нам в полтора раза больше, дайте нам 30 скорых. Кстати, кто-то, наверное, скажет, что, а ты подумал, я хочу сразу на все вопросы ответить, а ты подумал, вот скорые-то дадут, а где сотрудники? Значит, отвечаю, на скорой ездит один фельдшер. У нас, так как скорых меньше, чем сотрудников, я уже узнал, мне сотрудники потихонечку рассказали, ездит по два фельдшера на одной скорой. То есть у нас есть сотрудники, чтобы сделать норматив 21. Как, что, нам надо каждые 4 месяца с Андреем Трофимовым приезжать, чтобы вот этого ряда не было? Как оно, я не знаю, система не работает, что ли, в ручном управлении, вот, как бы, а нас с тобой не будет, что, второй ряд начнут тут выставлять или как? Я хочу обратиться к чиновникам, к министру здравоохранения, прежде всего, в Московской области. Нам как надо Андрею Юрьевичу постоянно вспоминать, что ли, чтобы вот ситуация как бы двигалась? Можно нормально начать, чтобы система работала, чтобы у нас вот не в ручном управлении, не методом пинка?